Всем привет! Вы на канале Я строю дом на Алтай. Это канал про то, как я строю свой дом. Я не являюсь профессиональным строителем, я делаю все на свой страх и риск. Приветствую всех зрителей канала Я строю дом на Алтай. Сегодня я хочу рассказать о том, как я буду уложить 10 ряд. Даже не о том, как я буду его уложить, а о том, что будет в него входить. Я решил совместить армопояс, который должен был идти выше 10 ряда, и 10 ряд. И для этого я решил сделать уплоки. Но покупных у нас в регионе не найти вообще никак. Поэтому я решил своими руками сам выпиливать. Это очень трудоемко, но в принципе не требует от меня никаких дополнительных затрат на устройство армопояса. Кроме того, что часть газоблока у меня уйдет в отходы. И все. И немного снизится высота второго этажа. Сантиметров примерно на 10-15. Но 2,5 метра, которые мне надо, у меня будут. И этого мне на втором этаже более чем достаточно. Потому что второй этаж это спальни. В спальнях я не собираюсь прыгать высоко там что-то. Короче, мне этого такой высоты хватит. Итак, сейчас делаем У-блоки. Вот такую приспособу вчера я себе сделал. Она должна облегчить мне выпилку блоков. Она будет... Это, во-первых, разметка. Во-вторых, шаблон для резки. В работе я ее еще не пробовал. Устройство очень простое. Сверху обрезки. Устал уже повторять, что я использую обрезки от опалубки. Все, что осталось. Бруски, укосы. Вот с всего этого я сейчас все это собрал. Сверху вот это ложится на газоблок. Вот эта дистанция, это толщина стенки, которая будет у блока. И это вот сам вот такой вырез. Сейчас покажу, как все это встает на газоблок. Вот так все это смотрится на газоблоке. Вот эту часть мне нужно, вот эту вот, будет сейчас убрать. Для этого я буду использовать сабельную пилу. Я люблю использовать сабельную пилу. Это приспособа охватывает блок с одной стороны. Вот он, брусок упорный. С другой упорный. Вот эти бруски являются направляющими, как бы шаблоном. И так же он упирается у меня вот здесь сверху. Вся конструкция довольно таки живенькая. Вот она. И за счет этого я могу ее снимать и заново ставить. Точность там в пару миллиметров мне здесь не нужна. А как это все будет в работе, мы сейчас посмотрим вместе. Выпиливание у блоков с помощью сабельной пилы, как и любой другой процесс, имеет свои важные нюансы. В первую очередь, главное понять, что сабельная пила не может пилить с упором в торец. И поэтому все запилы приходится делать под углом, так как длина запила превышает длину полотна сабельной пилы. И поэтому приходится с одной стороны под углом попиливать, с другой стороны, с одной стороны опять с другой стороны. И надо понимать, что глубина пропила по центру меньше, чем с краев. И поэтому поначалу я использовал обычную пилу по газобетону, чтобы допилить центр. Но потом я перестал это делать, потому что это занимает слишком много времени. Вначале я разделял выпиливаемую часть на три части, но так очень неудобно выламывать. Есть шанс в поломке у блока, что в принципе у меня было, ломалось, потом я склеивал. И поэтому в конечном варианте я выбрал разделение на четыре части. Получается каждая часть около 50 миллиметров. И так все выламывается хорошо и замечательно. Сразу расскажу, как я выламывал. Для этого я использовал доску. Угол доски я ставил в пропил. И легким ударом киянки я просто выламывал одну часть, вторую, следующую, так все четыре. В принципе очень простой процесс. Нужно быть просто аккуратным. И тогда проблем не будет никаких. После того, как все части выломаны, если надо, если видно какие-то большие неровности, я их с помощью либо сабельной, либо обычной пилы допиливаю. И потом обязательно нужно все обеспылить, потому что крайне много пыли. И лучше обеспылить это здесь, где пыли и так уже предостаточно, чем нести это все наверх, где я делаю укладку, и потом разводить пыль там. И тем более, если вы блок уже успеете посадить на клей, то там уже потом будет вообще неудобно эту пыль оттуда выметать. Ну вот, в принципе, как бы и все премудрости. Очередной день изготовления у блоков. Неожиданно этот процесс сильно затянулся. И причин тут несколько. Основная и главная причина того, что процесс протекает не быстро, это то, что сабельная пила почему-то очень сильно греется во время работы. Один блок выпилил, она вот, ее уже становится некомфортно держать. Честно, я ее с горем пополам разобрал. Я узнал, что даже, что существует такая вещь, как экстракторы винтов. Я ими воспользовался, они мне не помогли, но я все равно выкраскрутил ее. Заложил туда Littol 24. Не то. Купил специальную смазку для редукторов. Опять разобрал, заложил. Все равно греется неимоверно. Произвительность получается примерно один блок в полчаса. Ну, это произвительность ни о чем. Уже половина блоков напилена. Назад дороги уже нету. Тут я пришел к интересной мысли. Я попросил у соседа его сабельную пилу. И теперь я попытаюсь пилить двумя сабельными пилами по очереди, чтобы они успевали остывать. Вот. Такая вот у меня королесеца тут происходит. В принципе, я думаю, я сейчас все это за день, за два, ну, за сегодня, завтра, за выходные должен закончить. Ну, потому что уже сил нет. Уже охота побыстрее армопояс этот все-таки сплести, заложить арматуру. И чтобы все было сделано. И уже просто залить его. И приступать уже ломать голову над крышей. Потому что сейчас армопояс очень сильно меня держит. И этап этот перешагнуть у меня никак не получится. Итак. Вот оно место моей работы. Вот сабельная пила, которую я взял у соседа. Сабельная пила один в один, как у меня. Только у меня интерскол, а у него краун. Вот я смотрю, вот все. Посадка под руку. Вот все элементы, все. Полностью идентично. Тот же самый интерскол. Мощность, все. В работе не пробовал. Посмотрю, проверю. Так. Вот здесь у меня остывает мой интерскол. Я уже с него снял чехол, чтобы лучше остывало. Я тут уже на ура разбираю, собираю его. Я вот специально у меня тут есть мокрая тряпочка. Чтобы быстрее остывало, я ее мокрую, холодную, ложу сверху. Чтобы чтобы остывало. Все. Теперь начинаю работу. Начну с этой сабельной пилы, которая у меня греется. Там, может быть, и греется не так сильно. Я надеюсь. Я хочу выйти на производительность не два блока в час, а хотя бы пять-шесть. И тогда, возможно, даже за сегодня получится все закончить. Завтра уже тогда эти ублоки я буду просто приклеивать. Работа с двумя сабельными пилами это был очень хороший ход. Это действительно повысило производительность работы. Хоть и не так, как я планировал, но повысило. За час у меня стало получаться три-четыре блока. Одну пилу, которую я только поработал, еще до того, как я начал выламывать, я сразу уносил в дом. Там прохладно. Газобетон держит прохладу внутри дома. И с помощью мокрой тряпки я смачивал поверхность сабельной пилы в месте нагрева. Вода испаряет, забирала энергию сабельной пилы, тем самым охлаждая ее. Это физика, школьный курс. Тут ничего никому рассказывать, я думаю, не надо. И в то время, пока одна пила остывала, другой пилой я продолжал работу. И чередуя их, делал свое дело. Это очень хороший вариант для бюджетных сабельных пил. Я уверен, что на дорогих профессиональных сабельных пилах таких проблем в принципе быть не может, потому что они должны быть рассчитаны на непрерывную работу в течение долгого времени. Но такой инструмент стоит значительно дороже, а те, кто занимаются стройкой своими руками, зачастую делают это потому, что не хватает просто бюджета на то, чтобы бригада могла за тебя делать твою работу. И строя сам стараешься всегда экономить деньги. И поэтому инструмент зачастую берется непрофессиональный, потому что смысла для небольших работ брать профессиональный инструмент обычно никакого нет. Поэтому две сабельные пилы, если получится где-то вторую взять, это шикарный хороший вариант. Его я вам и рекомендую. И теперь можно дальше смело ложить стены. Об этом в следующих видео. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь, нажимайте лайк, пишите комментарии, делитесь в соцсетях. А я прощаюсь с вами до новых видео. До свидания, друзья!